Интервью с нашими прекрасными гостями из Тбилиси, из Москвы. Вы сегодня одержали яркую победу 6-0, команда стала фаворитом сезона. Скажите, пожалуйста, какие у вас первые эмоции после этой победы, Инна? Первые эмоции — это, конечно, радость, огромная радость и огромное облегчение, потому что всегда, когда кто-то играет решающий раунд, и это не ты, конечно, очень сложно, потому что ты же не знаешь, что думает в этот момент человек, как он рассуждает, какие мысли у него. И когда Равшан ответил правильно, это было, знаете, как просто гора с плеч, камень с души упал. Облегчение, большая радость. И мы, конечно же, в том числе рады, что баланс побед-поражений в клубе тоже начинает выравниваться. Безусловно, мы думаем, конечно, о себе, но мы о клубе думаем в том числе. Я у вас. У меня также чувство глубокого морального удовлетворения. И даже невзятых вопросов сейчас уже не жалко, потому как результат хороший, значит, все хорошо. И Равшан сказал, что никто не был готов играть в Супер Блиц перед тем, как его взять. Скажите, неужели это было так, зная то, как вы обычно уверены в себе, готовы играть в любой ситуации, было немного неожиданно, это вы слышите? Наверное, решающий раунд, а не Супер Блиц. Да, конечно, решающий раунд. Ну, дело в том, что я, например, опираюсь на собственные ощущения. И вот когда в последнюю секунду Равшан спросил, хочу ли я играть, потому что до этого у меня было такое настроение, что да, я вполне бы осталась на решающий раунд. И вдруг я в последнюю секунду поняла, как бы, не знаю, каким-то там подсознанием, что этого мне не стоит делать, и струхнула, отказалась. Кажется, я правильно сделала. Инна, а вы, неужели вы не были готовы играть в Супер Блиц? Решающий раунд, конечно же, решающий раунд. Я не могу сказать, что я не была готова, но мне почему-то казалось, что у Равшана это получится лучше. То есть если бы мне сказали, садись, играй, я бы, конечно, сыграла, и придумала бы тоже, наверное, правильный ответ. Ну, сейчас не так, как бы, после драки махать кулаками – это неправильно, но я думаю, что тоже можно было бы придумать. Но тут же вопрос не в том, там, кто может. Могут, да, все. Все могут сыграть решающий раунд. Но когда ты смотришь на капитана и видишь его уверенность, и ты понимаешь, да, что он сможет, он сделает, тут никаких сомнений быть не может. И вот я видела эту уверенность в глазах Равшана, я понимала, что у него все получится. Мне тоже показалось, что он поймал кураж, и поэтому, в принципе, все возможно. Хотя в начале, когда раздался голос ведущего, внимание, Левитан, вот тут вот, признаюсь, я немножечко струхнула. Я только слова диктора убедили меня в том, что Левитан не тот, и пугаться не стоило. Команда победила с 6-0, тем не менее, были вопросы, на которые команда не смогла найти ответ. Начало игры с достаточно нервно сложилось. Скажите, пожалуйста, какие вопросы вам наиболее обидны? На самом деле, вот невзятые нами вопросы, они были такие хорошие, красивые, логичные. И когда правильный ответ звучал, становилось сразу же сильно обидно. И только решающий раунд обидел Асташа. Ничего страшного, все было хорошо. Между прочим, вопросы были настолько хорошие, что абсолютно не обидно, что люди получат за такое свое творчество денежную компенсацию от банка. Инна, достаточно спорный момент был. Ну, по крайней мере, если говорить о других командах, понятно, победа 6-0 для вас, это оптимальный результат. Получилось так, что и в копилку команда телеклуба было принесено важное очко. В то же время 6-0 это весомая заявка на то, чтобы играть зимой. Тем не менее, идти на решающий раунд, как вы считаете, был правильный шаг при счете 1-2 в пользу команды телезрителей? Я думаю, что это был правильный шаг, потому что это риск. Любая игра — это риск. Нельзя играть скучно, нельзя играть не рискуя. Если ты хочешь играть, ты должен отдаваться этой игре и должен рисковать. Понятно, что любой риск, он должен быть просчитанным и оправданным, но у нас в этой ситуации, мне кажется, что процент победы был достаточно высок. И, ну да, мы рискнули и мы выиграли. То есть, ну, не знаю, возможно, другая какая-то команда бы перестраховалась и сказала, ну да, мы не будем играть решающий раунд. Команда Рапшана Аскерова — это не та команда, которая боится. И самый провокационный вопрос, который я хотел, тем не менее, позволить себе в интервью. Правила сезона подразумевают, что команда может сыграть еще раз уже в летней серии, но при этом будет учтен именно насчет последней на тот момент игры. Скажите, пожалуйста, если совет капитанов клуба решит, что будет играть ваша команда, ну, команда, естественно, есть право отказаться, ваша команда как отреагирует? Вы будете готовы сыграть еще раз? Я не знаю, мы не обсуждали пока этот вопрос, и мне кажется, что обсуждать его нет смысла, пока мы не придем к этому моменту. Вот тогда, когда этот вопрос перед нами встанет, я думаю, что тогда мы команды обсудим. Сейчас я не знаю, что сказать, потому что мы, правда, об этом не говорили ни с кем. Ну, как-то странно пытаться улучшить вот этот вот результат, но если вдруг другие команды после нас возьмут решающий раунд и выиграют, то мы обсудим. Не, ну, с тем, чтобы принести очков в копилку команд клуба, то есть вот такое вот само пожертвование во имя клуба, чтобы все команды сохранили свои составы. Сейчас ведь ситуация такая, что счет 2-2, но одна команда выходит в зиму, а все другие могут потерять шансы играть на эстаны. Мы уже вообще-то жертвовали собой ради клуба, и уже был случай, когда мы отстаивали честь клуба, и мне кажется, что, может, там, не знаю, кто-то еще хочет пожертвовать собой для клуба. То есть, да, это почетно, да, мы это уже делали. Сделаем ли мы это еще раз? Возможно. С другой стороны, хотелось бы дать шанс еще тем командам, которые успели проиграть на данный момент. Это замечательные команды, и хотелось бы их увидеть еще раз и дать им возможность выиграть. Спасибо вам за интересное интервью, за очень яркие ответы. Ну и до встречи в летней серии. Будем рады. Спасибо вам. До свидания. До встречи. Продолжение следует...